Здравствуйте! В эфире телеканал Айтон ТВ, программа «Черным по белому». В студии я ведущий Александр Гурарье и мой постоянный партнер и коллега и друг Давид Эдельман, историк-политтехнолог. Давид, добрый вечер. Добрый вечер. Итак, мы продолжаем цикл программ, которые мы условно с твоей легкой руки назвали «История тайных обществ». В прошлой программе мы начали историю Пифагора и его школы, и ее мы сегодня и продолжаем. Сегодня мы поговорим о школе Пифагора, о пифагорийце. Мы говорили о самом Пифагоре, мы сказали, что сведения достаточно противоречивы, но вот если брать то, что ему приписывается, то... Да, ты меня поправил, потому что Пифагоровы штаны не обязательно на все стороны равны. Да. Ну, то есть это приписываемая ему теорема. Так вот, если брать то, что ему приписывается, то это, безусловно, по мнению английского философа Бертагана Гассела, был самым влиятельным человеком в интеллектуальной истории человечества. То есть не было другого человека, который оказал бы на историю такое влияние, на интеллектуальную историю такое влияние. Человек, который придумал понятие математика, придумал понятие философия, придумал понятие эзотерика. То есть эвклицевой, эвклидовой геометрией, нервной кубикой стороной. Это намного-много меньше, но тут только геометрия, это и музыка, и философия, и медицина, и все, что хотите. Гармонично развитая личность. Да, но и кроме того, мы говорили, что он учился у египетских жрецов, и о нем говорят, что это, может быть, единственный неегиптянин, который был допущен ко всем таинствам. А египетские жрецы по некоторым источникам являются потомками пришельцев. Окей, ну мы не будем этого... Он учился у египетских жрецов, он учился у персидских магов, у последователей Загатустра, он дошел до брахманов Индии, и со всем этим багажом он вернулся в Грецию. Мы много говорили о нем, теперь поговорим о том, что он сделал со своей школой. Потому что школа – это очень удивительная вещь, и по большому счету, когда говорят о пифагорейцах, то, допустим, одни говорят, безусловно, пифагорейцы были первыми масонами. И можно очень легко доказать, что они действительно были первыми таким прообразом масонов. У них было практически все, что было потом у масонов, и своя религиозная доктрина, и свои обряды, и свой вот этот вот устав, и так далее, и так далее. То есть можно сказать, что вообще масоны – потомки пифагорейцев. Но с другой стороны, можно сказать, что там, я не знаю, и гностики, о которых мы говорили в других программах, посвященных Библии, это стопроцентные потомки пифагорейцев. С другой стороны, мы можем сказать, что любой христианский монашеский орден в той или иной степени потомкам пифагорейцев. Мы можем доказывать, почему там, вплоть до того, что общность всех вещей и общежитие, вот именно такое вот единомышленников, которое должно быть в христианском монастыре, было сделано уже пифагорейской школой. Дальше мы можем сказать, что, в принципе, любое – это такая вот школа единоборств, потому что это у них тоже было, это сделано по модели пифагорейцев. И там действительно такое спортивное общество с научным и философским и мистическим оттенком. А дальше ведь есть достаточное количество статей и литературы о том, что Пифагор-то действовал в Сицилии и создал тайное общество. И мафия тоже является в какой-то степени потомком… То есть он был первым крестным отцом, не будущим крестным. Да, потомком пифагорейцев. Поэтому тут, видите, сколько всего. Но для начала давайте поговорим, немножко укажем, что такое идеал человека с точки зрения Пифагора. Потому что мы, как только мы говорим о идеале человека, у нас есть свои представления. Да, все может, все делает, прекрасен, душой и телом и так далее. Это тоже есть. Но вот Пифагор был спортсменом, участвовал в Олимпийских играх. Говорят, четыре раза выиграл Олимпийские игры по кулачному бою. Он приводил такой вот пример. Представьте себе спортивные состязания, неважно какие. И люди, которые пришли на спортивные состязания, можно условно поделить на три группы. Первое – это те, кто пришли состязаться. Второе – это те, кто пришли торговать. Ну, неважно чем там. Кто-то продает сегодня попкорн в кинозале, кто-то тогда продавал что-то еще, какую-нибудь вещь. Пришли зарабатывать. Да, опять-таки уборщик, который там подметает у входа, это тоже человек, который что-то пришел продавать. Он продает свой труд. То есть люди, которые пришли поработать туда. И третья группа – люди, которые вот просто пришли глазеть, да, то есть на спортивные состязания. Он говорит, кто из них высший, средний и кто низший. Кто из них? Давайте подумаем. Они, наверное, все-таки зрители, потому что ради них все это делается. О, вот вы пифагореец. Я? Да. Надо же, интересно. Он говорит, что самыми низшими являются люди, которые пришли поработать. Ну, то есть… Вообще-то я не пифагореец, я маркетолог. Значит, маркетинг тоже пошел от Пифагора, да? Нет, и маркетолог бы сказал, наверное, что надо воспользоваться этим, чтобы продать, да? Ну, так как-то все делается для клиента, для потребителя. Если правильно сделать, то они купят. У Пифагора было так. Самыми низшими являются те, кто пришли поработать. То есть они, в принципе, вообще не для состязаний. Они находятся снаружи, они торгуют там. Вспомогательный персонал. Да. Они воспользовались этим, чтобы там что-то подзаработать. Что-то с ними. На втором месте – это те, кто состязаются. Почему? Ну, конечно, они больше, они больше имеют отношения к состязанию. Это там… Но, как правило, состязатель не видит никого, кроме самого себя. Что видит в боксерском поединке сам боксер? Он только свои печатки. Огромный кулак своего соперника. Да, и печатки своего соперника, и все. И то, как это… Что он видит? Высшими являются состязатели. Люди, которые пришли посмотреть. Которые купили право наслаждаться удовольствием. Не всегда они покупают, но… А в Греции, допустим, не всегда покупалось именно это. Вот, там были бесплатные места для состязаний. Но это ради них все делается. Они главные, они созигцатели. Клиент всегда прав. Так вот, самая почетная позиция по жизни – это созигцатель. Тот, который смотрит, делает выводы, ценит, он получает удовольствие. Вот это созигцатель. Вот это позиция Пифагора. Чтобы стать… Хочу быть пифагорейцем. Да. Чтобы стать… Это вот для тебя все делается. Это жизнь, она для тебя. Чтобы ты получил удовольствие, сделал выводы. Ты наслаждался происходящим. Вот это с точки зрения Пифагора. Итак, Пифагор вернулся из дальних странств. Вернулся, судя по всему, уже немолодым человеком. Опять-таки, есть спор, во сколько он вернулся. Вернулся на свой самос. И там, когда начал проявлять свою мудрость, это не понравилось местному диктатору. Тому самому, который написал когда-то письмо в Египет, это к египетскому фараону, чтобы ему дали возможность приобщиться к мудрости. Когда он вернулся с этой мудростью, а там, оказывается, несменяемый тиран-правитель, вот, ему как-то не понравились чужие мудрости. Это бывает так. Мы видим даже на телеэфирах, таких теледебатах, когда тиранам не нравятся чужие мудрые советы. Вот. Он, короче, когда Пифагор не прижился на собственном острове, ему пришлось искать в другом месте. Он отправился не в саму Грецию, а он отправился в то, что называется Великая Греция. Мы в одной из программ, опять-таки, библейского цикла говорили, что Малоруссия и Великая Россия — это византийские слова, сделанные по типу Греции, да? У Греции была Малая Греция и Великая Греция. Великая Греция — это колонии. А Малая Греция — это сама Греция. Поэтому, когда византийцы называли Киевскую Русь Малой Русью, они имели именно в виду, что это настоящее, а все остальное — колониальные захваты. — Ты что, такое говоришь? — Ну, это византийцы. — Представляешь, что сейчас от нас подумают? — Византийцы подумают. Так вот, Пифагор отправился в Великую Грецию. В Великую Грецию — это тогда Сицилия. Он отправился в город Кротон, а там были два греческих города, которые находились рядом. Один назывался Кротон, другой назывался Сибарис. Отсюда Сибариты. А люди, которые хорошо жить привыкли. — Но это вообще монтируется с Пифагорейцев? — Нет. Он как раз-таки не хотел быть Сибаритом. — Поэтому он пошел в Кротон. В Кротоне он очень быстро, своим умом, своими выступлениями добился поддержки и мужчин, перед которыми он выступал отдельно, и женщин, перед которыми он выступал отдельно, и местного там... — И выступал по-разному. — Да. И местного муниципалитета, и руководства города. И он очень быстро просто умудрился интеллектуально починить себе город. И город ему выдал это место для школы. Школа находилась на горе. Очень быстро он создает его культы, школа его учеников. А дальше он решил разобраться с Сибарисом. Ну, почему этот Сибарисом? Понимаете, Пифагор — такой вот мирный человек, который вообще запрещает кушать животных. — Но при этом участвует в кулачных банях. — Да, да, да. И при этом создает школу единоборств. А вот он, в это время Сибарис находился на торговых путях. И, в принципе, гражданам там нечего было делать, потому что, благодаря тому, что вся торговля шла из них, они имели очень большой навар. — Просто лежали с Сибарисом. — И изнеживались. Ну, вот, но кроме того, у них там была своя тирания. И когда от них бежали какие-то люди, они потребовали от кротона, чтобы те им ввернули. Вот. Ну, Пифагор сказал, мы возвращать не будем. К нам пришли люди под нашу защиту. И они вышли на бой с Сибарисом. А Сибарис считался богатым городом. И там, в принципе, была армия. Но лошадей учили танцевать под звуки музыкальных инструментов. Что, собственно, Пифагор в бою и использовал. Его ученики, вот, его ученик, этот атлет Милон, который тоже был многократный победитель игр. И он ввел впереди людей. И когда они приблизились к Сибаритам, которые шли на конях, то они выпустили вперед музыканты. И музыканты заиграли. И лошади начали танцевать. А всадники спешились и начали тоже танцевать? Не, а всадники не знали, что с ними делать. Лошади были приучены танцам. А кратонцы перешли в атаку и очень быстро победили. Вот, в результате, как писали враги Пифагора, в очень скором времени пифагорейские вот эти вот тайные союзы, тайные общества начинают захватывать один город за другим. Просто они захватывают местные элиты. Подчиняют себе, а в случае чего они могут им морду дать. Что-то мне в 90-е начало. Да, и в Пифагору идут люди теперь. Вот, представим себе, приходит ученик Пифагора, он поднимается на гору. Он пришел на гору, он поднялся. То есть, практически на Алимпе. Да, его принимают. Он говорит, я тебе пришел учиться у Пифагора. Ему говорят, Пифагора сегодня нет. Значит так, вот тебе НТТ, но ты вот можешь, у нас гостевая пещера, только, извини, пожалуйста, там злые духи ночью появляются. Ты, пожалуйста, это там выйдешь. Ну, человек там ночью в пещере, понятно, в пещере дует ветер, все остальное. Утром его спрашивают, беспокоили ли его злые духи. Если он начинает рассказывать, что он победил злых духов, его цена для школы пифагорейцев резко падает. Его могут просто прогнать. Это первое задание. А дальше, там еще прежде, чем он вообще куда-нибудь вступит, ему дают три точки. И говорят, так, вот тебе три точки, что это? Понятное дело, любой из нас, кому покажут три точки на рисунке, он так посмотрит и скажет, ау, это третий глаз. Или это троица. Это единство, это плоскость, это что хочешь. Правильный ответ надо было ответить. Это три точки. И не выдумывай. Ты еще не способен выдумывать. Не надо как лучше, надо как Виллиан. Это три точки. А дальше шли вот такие же вещи, которые, типа, вот теперь давай так, посмотри, вот это вот наш священный знак. Посмотри, реши, на что это похоже. Вот теперь ты действительно должен решать, на что это похоже. Тебе решил. Так, извини, пифагора нет, но ты можешь выступить перед пифагорейцами. И вот он выходит, и он должен выступать. И в этот момент все начинают кричать, да кто он такой-то, зачем он сюда пришел, и так далее. Как он будет реагировать? Смотрит, как он реагирует на людей. То есть, собирайте информацию. Вот если он прошел все эти испытания, дальше человек попадает в это общество. Если он попадает в общество, то дальше ему начинают говорить это так. Первое время, по разным источникам, несколько лет. Ну, то есть, иногда два года, иногда пять лет, и так далее. Ты вообще ничего не говоришь. Ты сидишь за занавеской молча. Ты сидишь за занавеской и слушаешь. Теперь. Это не означало, что человек становился молчанником на несколько лет. То есть, он не мог говорить просто в присутствии учителя? Он не мог говорить, пока его не спросят. Просто спрашивали его достаточно редко. Но самая главная задача пифагорейца была в этой пифагорейской школе, избавить человека от готовых слов, от летучих слов. Есть такие легкие слова, которые нам легко приходят в голову в качестве ответов. Ну, так вот, они нам как будто бы подсказывают. Это стереотипные слова. Это общее мнение. Вот ими переполнен человеческий мозг. Если ты хочешь какой-то другой смысл, ты не можешь влезть его в полную чашку. Ты пришел уже в полную чашку. Тебе это надо чашку осушить. Не спеши. Не спеши говорить. Подумай. И вот первое время, да ты вообще кто такой, чтобы говорить? Сиди слушай. Сиди слушай, как другие говорят. Те, кто уже на другом уровне. Опять-таки, в это же время он не просто сидел и слушал. Там начинался день, что люди выходили, вместе вставали, вместе выходили к солнцу, смотреть солнце, вместе выходили на берег моря, вместе делали физические упражнения, вместе играли на музыкальных инструментах. Пифагор ведь усовершенствовал музыкальные инструменты. И он говорил, что игра на музыкальных инструментах, она может лечить разные боли. То есть, когда человеку приходили, что кто-то больной, он говорил так. Значит, тебе при твоей болезни, как минимум, надо играть на флейте. Ты будешь играть на флейте, у тебя усилиться легкие и так далее, и так далее, и так далее. Он или ему играли. То есть, вот эти вещи. И человек развивался, человек, опять-таки, там свой культ заправления постелей, свой культ изучения чисел и так далее, и так далее, и так далее. И в очень скором времени они создают такую интеллектуальную элиту Греции, которая шагается, шагается, шагается. Но это не всем нравилось. Ну, то есть, для врагов они как раковая опухоль захватывают город, как город. Конечно, в итоге в разных городах, в том же Кротоне, против них поднимаются люди, которые, это, совершенно не нравится идея Пифагора, что городом должны, ну, политикой, да? Тогда каждая государство, это город, полис. Полисом должны управлять философы. То есть, философы должны управлять. Чего вдруг? Поднимается восстание, в конечном итоге, пифагорийцев начинает бить в разных городах и начинает их изгонять. Самому пифагору приходится бежать, прятаться и в конечном итоге его убивают в возрасте 80 лет, сжигают, по некоторым данным, сожгли заживо в храме вместе с его учениками. Но пифагорийство, оно не исчезло, оно осталось, оно впиталось прежде всего в греческую интеллектуальную культуру, от которой происходит вся европейская культура и, будем говорить так, мировая цивилизация, потому что геометрия, она геометрия для всех, да? Это греческое слово. Гео — земля, и метро — мегатис, да? И греческая философия — это тоже развитие идеи пифагора. И не даром, там, допустим, Платон, которого мы никак не осторожляем с пифагорейцами, а о нем его современники говорили, что он большую часть идей просто заимствовал пифагорейцев. И не даром тот же Платон на своих садах Академа написал, что тот, кто не знает математику, да не войдет сюда. А на входе к пифагорейской школе было написано «Профанам сюда не входить». Ну, наверное, хорошая запись. Ну да, это можно, в принципе, написать и на современных школах. Было бы очень и очень полезно. Не знаю, мне иногда хочется на комментах, перед комментами «Витон ТВ» написать. «Профанам просим не комментировать». Ну, тогда будет сложно. Спасибо. Спасибо, Давид Редельман, историк-политтехнолог. Наша программа подошла к концу, продолжение следует. Оставайтесь с нами через неделю в этой студии. До свидания.